добрый вечер дорогие друзья на связи с вами ольга барабанова сегодня хочу поделиться такой интересной важной темой которую я заранее анонсировала это как зарабатывать деньги в интернет с биткоином или без него то есть если вам актуальная тема заработка в интернете если возможно вам интересна тема заработка именно на биткоине или пока еще bitcoin вам не интересен то я уверена что мой эфир вам будет полезен приветствую всех кто во время сейчас подключается наташа виктор александр николай привет друзья спасибо за лайки сердечки добрый вечер добрый вечер я постараюсь максимально дать полезную информацию единственно переживаю что хочется много передать информации а эфиры долгие но говорят что долгие эфиры мало кто смотрит поэтому возможно у меня будет вторая серия после сегодняшнего эфира ну а возможно я как-то постараюсь жатко жата и кратко передать все-таки основную идею волнующего меня вопрос потому что несколько дней я уже наблюдаю за тем что у меня появилось желание именно эту тему раскрыть и так как уже сегодня по моему у нас пятница я подумала что либо этому эфиру состояться сегодня либо если я его отложу до понедельника либо тем более бизнесовую тему решу рассказать на выходных то наверняка с этого ничего хорошего не получится поэтому все-таки сегодня в пятницу я решила поделиться этой темой как же зарабатывать в интернете с биткоином или без биткоина в каком-то другом направлении и хотелось бы передать свой опыт поделиться то есть своим опытом хотелось бы обезопасить так сказать людей которые только приходят в интернет то есть уберечь так сказать от ошибок от шишек хотя наверняка вы со мной согласитесь что самые такие доходчивые шишки это которые ты набиваешь сам да когда мы пытаемся учиться на опыте других ну не всегда получается когда ты один два три раза спотыкаешься теряешь деньги в каких-то сомнительных проектах потом ты начинаешь оценивать следующий делать следующий выбор более осознанно так вот я рада что у нас такая аудитория сегодня которая вовремя подключилась я сама немножко да на несколько минут начала эфир позже ну начать наверное хочу все-таки чтобы делиться опытом нужно понимать какой этот опыт в принципе то есть как вам понять есть ли у меня опыт и имею ли я право им делиться так вот могу сказать что лично я в интернет пришла в 2009 году то есть на сегодняшний момент у нас уже ноябрь уже в этом месяце я буду так сказать праздновать девятый свой день рождения в интернет бизнесе в сетевом бизнесе и вот по моему вот ощущению почему я как поступают многие очень люди когда начинают какие-то делать попытки в интернете почему многие сдаются потому что на мой взгляд это изначально подход как не к бизнесу то есть многие люди знаете насмотревшись детских мультиков и потом оставив внутри вот это жгучее желание где-то выиграть миллион поймать золотую рыбку там кто какие нас еще кто еще помнит какие сказки в которых там по щучьему веленью этот вовка в 3 9 или там в 3 10 царстве когда делать мы почему-то ничего не хотим а хотим чтобы у нас все было согласны что вот большинство людей хотят какой-то халявы напишите пожалуйста сейчас в чате согласны ли вы с этим что если мы посмотрим в интернет боятся я кстати тоже верю в деда мороза его не может не быть кто-то же эти подарки дарит а вот конечно же в чудеса надо верить но любишь кататься я люблю вот еще такие пословицы любишь кататься люби и саночки возить и так как многие люди приходят в интернет именно в поисках не бизнеса не серьезного вида заработка а в поисках какого-то казино каких-то вот легких заработков и это приводит к тому что люди быстрее теряют деньги чем вообще могут понять где эти деньги в интернете есть так вот мне очень повезло и то время когда я пришла в интернет меня заинтересовал именно заинтересовала именно возможность бизнеса в интернете слава богу мне никто не рассказывал вот эти басни по поводу того что ты сегодня про инвестируй там 100 долларов и там завтра или через полгода ты будешь миллионером слава богу мне этого не рассказывали я вот точно помню и мне вот даже с какой-то стороны жалко тех людей которые попадают вот в это в эти просторы интернета без бизнес подготовки я вот даже сейчас нашла книгу третью не нашла но вот две две у меня нашлись под рукой это первое богатый папа бедный папа это бизнес-школа этого же роберта кийосаки и третье это квадран денежного потока так вот вот эти книги они ну я бы искренне желала каждому человеку перед тем как окунуться в интернет бизнес прочитать хотя бы одну из этих книг для того чтобы потому что то понимание с которым я пришла уже в интернет она позволила мне отнестись к этому направлению как бизнесу и не искать какого-то легкого пути не искать каких-то легких заработков а я к сожалению вижу многих людей которые еще больше денег теряют потому что думают что интернет это казино нет интернет это способ продвижения своего бизнеса это как раньше клеили объявления возле подъезда и тебя могли твое объявление могли увидеть только жители твоего подъезда или близлежащих до подъездов ближайших подъездов а теперь вы можете разместить свое объявление в интернет и его увидит весь ваш район или весь ваш город или если у вас бизнес который работает не только в вашем городе вы можете дать объявление на целую страну или даже страны и нужно понимать что интернет это не способ то есть понятно что те люди которые ищут быстрых заработков они что-то там находят но в большинстве теряют теряются там деньги в таких вот компаниях которые предо предлагают большие виды большие проценты вот смотрите краткий экскурс для тех кто не читал ни одну из этих книг когда вы прочитаете вы поймете что есть четыре категории людей в зависимости вообще в мире роберт киосаки разделил всех людей на четыре категории первая категория людей это люди которые ходят на работу вторая категория людей это люди которые что-то в своей жизни предпринимают это люди которые берут ответственность за свой доход за свое свободное время на себя и становятся предпринимателями третья категория людей это бизнесмены это люди которые организуют целые бизнес-процессы целые бизнесы которые организуют людей и четвертая категория людей это инвесторы вот скажите пожалуйста по вашим наблюдениям когда человек приходит в интернет какую категорию в какую категорию он себя записывает в работники в предприниматели в бизнесмены или в инвестора вот кто сразу по своим наблюдениям может быть по своим ощущениям или потому что вы видите как что вообще люди ищут в интернете какую категорию напишите пожалуйста сейчас в комментариях и кто смотрит записи тоже давайте мы с вами проведем такой интерактив лично по моим наблюдениям так как люди верят в золотую рыбку и подобных до персонажей то по моим наблюдениям люди сразу хотят перескочить в категорию инвестора и вот здесь срабатывает такое слово такое ну подвох в общем в этом есть пока у тебя ты не стал предпринимателем пока ты не стал бизнесменом ты скорее всего если ты да все инвестора все сразу хотят быть инвестором я вот положу 10 долларов и стану миллионером я вот положу 100 долларов или вообще там все всю кредитку обнулю и буду инвестором буду жить на проценты и к сожалению ну это так не работает поэтому а кстати напишите пожалуйста кто какой категория до категория буратино вот это правильно они думают что не инвесторы на самом деле они относятся к категории буратино а скажите пожалуйста какой категории вы относитесь и в какой категории вы хотели бы оказаться может быть вы сейчас ходите на работу и хотите стать бизнесменом или хотите стать инвестором кстати пока вы сейчас пишите я немножко разъяснил чем эти категории отличаются инвест работник это человек у которого обычно мало времени на проведение время с семьей на путешествие она вообще обычно эти люди постоянно говорят у меня нет времени у меня ты чего ему только не предложи у него всегда нет времени и это люди которые не несут ответственности обычно за свою жизнь они всегда говорят что виноваты какой-то руководство какой-то директор какое-то государство там и так дальше вот эта категория работники я ко всем категориям отношусь лояльно потому что и в работниках я не знаю месяц наверное в жизни побыла и то в детском лагере ну неважно я уважаю всех людей и возможно кому-то комфортно находиться в этой категории категория предпринимателей это люди у которых больше денег а кстати у работников и денег еще постоянно ни денег ни времени у меня нет денег у меня нет времени вот обычные слова этих людей и еще я ни в чем не виноват потому что государство виновата вторая категория людей это предприниматели это предприниматели у которых есть боль больше денег потому что это люди сами контролирующие свой доход они могут где-то сделать больше закупки они могут как-то просчитать где-то больше инвестировать где-то сделать большую наценку, но обычно у предпринимателя, так как он сам решает все свои задачи, он не делегирует, он не создает команды, у него обычно мало времени. И такие люди, им тоже тяжело путешествовать, они не могут оставить свой бизнес, они не могут оставить свой магазин, потому что нет сформированной такой вот команды, которая могла бы тебя заменить в тот момент, когда ты уехал. Это предприниматели. Категория бизнесменов – это люди, которые уже, как я сказала, организуют целые компании, организаторы, организации, которые формируют команды, возможно, такие вот распределенные бизнесы в разных регионах, возможно, даже в разных странах, через интернет это очень популярно. И здесь, естественно, так как это люди, которые уже организовали бизнес-процессы, это люди, у которых больше времени, у которых больше денег и, естественно, ответственности больше. Эти люди никогда не скажут, что государство виновата, потому что их бизнес провалился. Они понимают, что, возможно, это он где-то просчитался и так дальше. И четвертая категория людей – это инвестор, который использует время других людей, использует финансы других людей, создает бизнесы, создает, покупает определенные, возможно, недвижимости, драгоценные металлы, криптовалюты и так дальше. И тот доход, который, когда он не работает, и человек не работает, финансы его работают в его инвестициях, и человек имеет возможность жить на эти проценты. Но большинство людей как-то переворачивают эту формулу. Вчера он работал на заводе, получал 150 долларов, сегодня он думает, все, я пришел в интернет, я буду инвестор, я вложу 50 долларов, и я миллионер. Ребята, это так не работает. Вот нужно понять, что ты сначала должен, знаете, вот эти инвесторы, у них даже мышление другое, они все равно ищут какие-то гарантии. Они ищут гарантии, они ищут, кто бы нес ответственность за их инвестиции и так дальше. Нужно, во-первых, нужно прочитать одну из бизнес-литератур того же «Богатого папу», тот же квадран денежного потока и понять, что в первую очередь, кстати, а как вы думаете, почему 90, как это сказать, 90% денег мира принадлежит 10% населения? То есть 10% людей являются самыми богатыми людьми, им принадлежит 90% денег в мире. Как вы думаете, почему это так? Итак, я приветствую новых людей, которые сейчас подключились. Вот как вы думаете, почему меньше такое вот количество людей владеет большим количеством денег в мире? Чем они такие отличаются? Может, у них, я не знаю, может, они все лысые, может, они лопоухие, может, у них еще там одна нога или одна рука? Вот как вы думаете, почему так происходит? О, у нас родственники в эфире. Друзья, как вы думаете, почему около 10% людей в мире являются самыми богатейшими людьми и владеют огромными состояниями, которые приблизительно можно оценить как 90% всех денег мира? Либо вы не знаете, либо вы стесняетесь дать неправильный ответ. Ребят, ответ в голове, ответ в мышлении. И именно поэтому человек, который сначала не перестроится на то, чтобы взять больше ответственности, на то, чтобы сам взять ответственность за свое развитие, за свой успех, за свои неудачи, за свой выбор, тот человек, тот человек, который, да, вот, кстати, большинство людей так и думают, они какие-то особенные, они какие-то волшебники, им повезло и так дальше. Но на самом деле те люди, которым повезло, которые, например, выиграли в лотерею, по статистике через год они были еще в худшем состоянии. То есть деньги, которые приходят спонтанно, они, ну, то есть если человек своим мышлением не привлек к себе большие капиталы, а выиграл в лотерею, то через год он просто залазит в еще большие долги, потому что он не знает, как управлять этими деньгами. Поэтому идти нужно постепенно. Вначале нужно взять ответственность за себя, вначале нужно выложиться по максимуму, вначале нужно стать предпринимателем внутри. А скажите, пожалуйста, кто из вас предприниматель вот внутри? Вот вы всегда движетесь, вы всегда предпринимаете. Может быть, вы даже сейчас работаете на работе, но вы чувствуете, что вы внутри предприниматель, вы всегда ищете что-то новое, вы всегда, вот, может быть, не всегда, а вот сейчас вы уже понимаете, что если ждать с моря погоды, если ждать какое-то повышение на работе или повышение, там, пенсии в государстве, то ты не дождешься. Вот, да, есть у нас, есть у нас такие люди. Так вот, то есть первое, что нужно сделать, это поменять внутри свое отношение, сделать это постепенно. Не ждать того, что, ну, сегодня ты думаешь, что государство виновата, а завтра ты успешный инвестор. И какие ошибки допускают люди при том, когда приходят в интернет? Значит, смотрите, то, что я уже сказала. Первая ошибка – это человек хочет, хочет, ну, во-первых, для большинства людей слово «инвестиция» ассоциируется с тем, что из них кто-то хочет выманить деньги. Если вы находите высоко, ну, проект, который вам предлагает большой пассивный доход, то есть вы, например, инвестируете, ну, допустим, 100 долларов, и через, вы зарабатываете, ну, там, десятки процентов в месяц, десятки процентов в день, ну, то есть там такие вот заоблачные проценты, и люди думают, что вот, я как раз поймал эту золотую рыбку. И в большинстве случаев и происходит, что люди в таких вот проектах, они теряют свои деньги. Так вот, смотрите, когда вы приходите в интернет в поиске действительно стоящего бизнес-предложения, нужно оценивать его по, чем, короче, выше процент, который вам обещают, тем выше риски. Вот всегда понимаете, чем быстрее вы ожидаете окупаемость через 4 месяцев, через 5 месяцев, ну, разные бывают проекты, которые просто за это время, я вижу, как они открываются и закрываются, и как наивные люди, которые только приходят в интернет, они теряют там свои деньги. Поэтому, если вы видите высокий процент, это высокий риск. И будьте готовы к тому, что вы эти деньги потеряете. А люди, у которых не перестроен мозг на ответственность на себя, они обвиняют весь интернет, что весь интернет – это какие-то лохотроны. На самом деле, по своему незнанию, человек сам выбрал себе такой проект. И нужно делать выводы, нужно смотреть, почему ты сделал именно такой выбор изначально. Вот, значит, первое – это желание вложить небольшую, либо вообще не вкладывать, да, либо вложить небольшую сумму, ничего не делать, и завтра ты миллионер. Вот это ошибка. Если вы еще ищете что-то подобное, то, ну, вы потеряете, скорее всего, свои деньги. Вот, вот это от чего бы мне хотелось обезопасить тех людей, которые только сейчас приходят в интернет. Следующая ошибка – это, так сказать, я не знаю, как это другим словом сказать, ну, это поиск каких-то гарантий. Знаете, когда-то я проводила презентацию в одном из городов, и человек, которого пригласили на то мероприятие, он задал вопрос, а какие гарантии того, что вот там компания не закроется. И другой человек, которого также пригласили на это мероприятие, он сказал, а какие могут быть гарантии? Вы помните, как вы копили деньги на сберегательных книжках? Напишите, пожалуйста, в чате сейчас, кто либо по наслышке, либо кому самому не повезло, и вы храните деньги в сберегательной кассе. Помните, я лично это, слава богу, знаю только из фильмов и по рассказам своих бабушек и дедушек. Но напишите, пожалуйста, кто сейчас тоже помнит, что такая ситуация была. Кто помнит кризисы, в которые накопления, которые люди хранили в своих банках, они просто обесценивались. И вот на той презентации этот мужчина, который был гостем на моей презентации, он просто всех, как бы, знаете, отрезвил. Какие вы можете ожидать гарантии, если то же государство, которое гарантировало, храните деньги там-то и там-то, в какой-то момент за эти скопленные деньги люди пошли купили себе кусок масла, и то доплачивали. Вот. Ну да, были еще и такие ребята, о которых Виктор пишет. То есть нужно понимать, что гарантия – это иллюзия. Это как раз вот перекладывание той ответственности, которую ты сам не анализируешь направление, в которое ты инвестируешь. Ты хочешь, чтобы тебе кто-то пообещал, что ты обязательно в этом направлении заработаешь. А вот давайте посмотрим. Допустим, вы решили инвестировать деньги в недвижимость. Вот вы решили купить квартиру. Кто вам может прогарантировать, что эта квартира вам будет, принесет определенную прибыль? Вот кто вам может прям поставить печать, что в эту квартиру обязательно найдутся квартиранты, что в этом городе ни при каких обстоятельствах не начнется война, что в этом городе не начнется ни землетрясение, не взорвется бомба, и ваша недвижимость гарантированно вам принесет, там, я не знаю, 10%, 20% и так дальше. Кто может? Как вы считаете? Могут быть такие гарантии? А кто может прогарантировать, что не будет очередного кризиса, и недвижимость не упадет в цене? Никто не может такого гарантировать. И те люди, которые инвестируют в недвижимость, они это понимают. То есть уровнем мышления люди до этого уже доходят. Те люди, которые инвестируют в недвижимость, опять же, мы не можем предугадать, сколько точно будет стоить недвижимость через 2 года, через 3 года. Мы можем только опереться на опыт предыдущих лет и предположить, что в следующие годы произойдет что-то подобное, что когда-то будет взлет, а когда-то, возможно, будет и падение. Да, если Господь мог только, да, печать поставит. Если вы инвестируете, допустим, в золото, какие могут быть гарантии, что через год, два, три золото будет так же увеличиваться в цене, как оно, допустим, дорожало предыдущие несколько лет, несколько десятков лет. Мы можем только опираться на предыдущий опыт и предположить, что в следующие годы будет происходить то же самое. Вот согласны вы с этим? Давайте мы сейчас развеем мифы о том, что какие-то гарантии, в принципе, существуют. Есть какие-то, знаете, у меня сколько этих бумажек, за которыми мы ездили на мероприятия, там, в Турцию, нам президент компании подписывал эти договора, не договора, а договора подписывал, и акции выдавал, там, и печать там свою ставил. Завтра всё, ты просыпаешься, нету этого больше президента. Всё, твоя бумажка лежит у тебя как антиквариат на память, внукам рассказывать, что такое гарантии. Поэтому, когда мы ожидаем, когда люди ожидают какой-то гарантии, вот это тот миф, от которого тоже время, ну, как бы, шаг за шагом, но кто-то на своём опыте, кто-то, черпая опыт из определённых книг, понимает, что гарантии – это миф. Это миф людей, которые, ну, только начинают своё движение, там, в интернет-бизнесе. В интернет-бизнесе, либо не обязательно в интернет, просто в бизнесе. Так, какую я ещё ошибку хотела с вами обсудить? И ещё одна ошибка – это как раз то, что для того, чтобы начать бизнес, нужны большие накопления. Слышали такое? Напишите, пожалуйста, тоже сейчас в чате. Может быть, это вы тоже так считаете. Нужны ли обязательно большие накопления, большие вложения средств, если вы, ну, вот, хотите начать бизнес, а денег нету? И вот, как вы думаете, это является ли проблемой, которая вас может остановить от того, чтобы начать этот бизнес? Интересно ваши мысли по этому поводу. И, ну, я, как и обещала, также поделюсь опытом и наблюдениями. Как по-другому? Ну, я так понимаю, да, Виктор, что, в принципе, нужны, но, ну, как ты думаешь, Виктор, если у тебя денег нету, то остановит ли тебя это от того, чтобы всё-таки начаться, чтобы ты начал заниматься этим бизнесом, если уже точно решил. Вот, я пока, пока вы отвечаете, друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, что, 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 что вы думаете по этому поводу лично. Я, когда пришла в интернет-бизнес, я была тогда вообще после только института. И единственное, что у меня было, это, я узнала, что можно взять кредитку у нас в банке, который находился у меня под домом. Я никого не мотивирую к тому, чтобы где-то что-то там занимать или, ну, в общем, решать свои финансовые вопросы кредитами, потому что я знаю, люди настолько на энтузиазме бывают, там закладывают свои квартиры, берут огромные кредиты, которые, ну, просто бездумно это делается. Но я знаю массу историй, когда люди, находясь в минусе, причем я много таких историй знаю, когда люди с кредитами, для того, чтобы расквитаться с этими кредитами, они начинали заниматься бизнесом. Я на своем опыте знаю, что такое кредитка, на которой минус, и потом, так как ты не можешь эту кредитку выплатить, на минус у тебя еще минус начисляется. И вот как раз потому, что у меня было вот это отношение к интернет-бизнесу, как к бизнесу, в то время, когда кто-то, ну, вот что-то не получалось, и человек уходил, у меня была ответственность за то, что я взялась за это бизнес, и пока я здесь не заработаю, я от него не сдамся. И, наверное, именно поэтому я начала заработать, первые мои вообще в жизни тысячи долларов, я заработала именно благодаря интернет-бизнесу. Поэтому вот этот миф, что люди думают, у меня нет денег, и вот это вот клеймо, нет, это не так. Это единственная ваша мотивация, вернее, это как раз мотивация что-то начать в жизни менять. Если у тебя нет денег, тебе пора заниматься бизнесом. Если у тебя вообще нет денег, тебе давно пора заниматься бизнесом. Потому что пока ты сам не поменяешь ничего, ничего в твоей жизни не поменяется. Вот это третья ошибка, которую допускают люди. И когда ты принял решение, что ты готов брать ответственность за себя, что ты готов двигаться, что ты хочешь, допустим, из категории обычных работников, ты хочешь иметь больше времени, ты хочешь иметь больше финансов, ты хочешь иметь свободу, путешествия и так дальше, то в этот момент нужно определиться, сколько тебе нужно денег, сколько ты, на какую цель тебе нужны эти деньги, что ты вообще в жизни хочешь, сколько тебе нужно денег, сколько тебе нужно твоего пассивного дохода, который бы тебе поступал, даже когда ты не работаешь, когда ты полетел в Таиланд на зимовку, а деньги тебе продолжают приходить каждый день. Ты просто не любишь зимовать в холоде, в слякоти и так дальше, ты просто купил билет на самолет, зимуешь там, где тебе нравится, и деньги тебе поступают. Сколько тебе нужно денег? Вот нужно определиться. Дальше нужно задаться вопросом, какие источники дохода тебе эти финансы могут обеспечить. То есть, откуда у тебя могут приходить эти деньги. Ты находишь себе наставников, ты находишь бизнес-литературу, ты начинаешь развиваться и мыслить именно в этом направлении. Не так, как бы прийти в интернет, найти какой-то лохотрон, быстро закинуть и быстро разбогатеть. Обычно это приводит к еще большей потере денег, и это приводит к обману большого количества людей. Поэтому, если вы мыслите правильно, вы находите и правильные инструменты. Ну и, соответственно, вы находите направление, которое вы считаете перспективным. Вот лично для меня, около года, не года, уже, наверное, около двух назад, я обратила внимание именно на направление криптовалюты. Что сейчас происходит в направлении криптовалюты, в направлении биткоина? Сейчас, кроме того, что большинство людей думает, что это какой-то пузырь, и он почему-то лопнул, на самом деле, в прошлом году действительно был взлет, и огромное количество людей заработали очень хорошие деньги. Только в том бизнесе, в котором я сейчас развиваю, сотни людей стали долларовыми миллионерами. И это не какие-то счастливчики, везунчики, волшебники, там, шаманы и все такое. Это люди, которые просто до этого момента взлета, они накопили себе определенное количество биткоина. И на сегодняшний момент произошел спад, если вы посмотрите историю развития биткоина, либо, если вы не знаете, как это сделать, я вам могу подсказать, вы увидите, что взлеты и падения в биткоине происходят с определенной периодичностью. И те люди, которые в то время, когда у биткоина есть вот эта фаза падения, вот тут вот, которые собирают себе большее количество биткоина, зарабатывают, добывают, и в момент вот этого роста у тебя вот это количество биткоина накоплено, и когда биткоин вырос, ты автоматически увеличиваешь свой капитал, приумножаешь, естественным образом ты приумножаешь свой капитал. Но нужно, как говорится, готовь сани летом, правильно же так же говорится, готовь сани летом, потому что придет зима, а не так, как стрекоза, которая все лето там пропела, а муравейчик собирал, что он там собирал, готовился к зиме. То же самое сейчас происходит и в криптобизнесе. Пока большинство людей думают, что что-то там лопнуло и так дальше, самые богатые люди мира, например, вот одна из новостей, то, что холдинг одного из богатейших людей в мире, Уоррен Баффет, может что-то вам скажет эта фамилия, вот его холдинг на сегодняшний момент инвестирует в блокчейн-стартапы и в финтех вот такие вот технологии. И за последние несколько месяцев они проинвестировали около 600 миллионов долларов в это направление. Швейцарский онлайн-банк запустил возможность покупки токенов ICO прямо внутри этого банка. Что еще? В 2017 году Япония признала биткоин официальным средством платежа и на сегодняшний момент получать зарплату в биткоинах в Японии это абсолютно нормально. То есть биткоин и блокчейн-технологии уже не нужно доказывать, работает оно или не работает. Те люди, которые углубились в саму технологию, которые увидели перспективу на следующие годы, они сейчас накапливают биткоины. И как всегда у нас будет категория людей, которые когда биткоин вырастет, они скажут, ага, нас опять кинули, нас опять обманули, вот государство затарились биткоином, вот самые богатые люди скупили весь биткоин, а мы остались у разбитого корыта. Потому что смотреть нужно внутрь себя, потому что нужно обучаться, развиваться, идти в ногу со временем. Потому что когда туда уже все придут, ну там ты уже не заработаешь. Нужно понять, куда движется мир и быть там первым. А когда они туда все придут, ну в тот момент они тебя уже озолотят. Так вот, в направлении биткоина лично я для себя выбрала направление добычи биткоина и направление бизнеса, в направлении биткоина. Не работа там, ну не какие-то там пирамидосные проекты, которые обещают высокие проценты. Спокойно, комфортно добываем биткоин вместе с одним из топ-пулов. То есть это мощнейший пул, один из мощнейших пулов, входящих в топ-10 по добыче, на мировом пространстве, по добыче биткоина. Спокойно, комфортно добываем. Компания сама занимается амортизацией, доставкой, обновлением оборудования. И есть возможность развития бизнеса в этом же направлении. То есть продвижение возможности добычи биткоина через интернет. Если у вас есть много денег, и вы ничего не хотите делать, вы можете просто проинвестировать в добычу биткоина. И на 3-5 лет оставить это направление на перспективу. Если у вас денег немного, то я бы вам дала такую рекомендацию присмотреться к направлению именно биткоина. Если вы на сегодняшний момент еще сомневаетесь в перспективах, то я вам могу предложить пройти просто крутейший авторский курс нашего сообщества BeHappy24. Это курс, который просто с нуля дает информацию, что такое криптовалюта, что такое биткоин, какие ошибки допускают люди, как не потерять деньги, как грамотно распределить финансы. И так дальше. Если вы чувствуете, что вы хотите разобраться в этом направлении, почему богатейшие люди мира сейчас увеличивают свои капиталы именно в криптовалюте, именно в биткоине. Почему крупнейшие компании инвестируют миллионы долларов в майнинговое оборудование, оборудование, которое добывает биткоин. Почему они что-то знают, а другие обычные люди думают, что этого еще пока не существует. На сегодняшний момент только 1% людей уже задействовали, пользовались биткоином. Остальные думают, что это еще пока. Большинство вообще не слышали. Если пообщаться с людьми на улице, которые не пользуются интернетом, они задают, что такое биткоин, а что это вообще за слово такое новое. То есть большинство людей этого еще не слышали. Если чувствуете, что хотите разобраться, напишите, и возможно, если мы с вами пообщаемся, и действительно вам эта тема интересна, я вам, возможно, дам доступ к нашему обучающему курсу. Вот. Ну, наверное, на этом, что я вам еще могу сказать, пожелать определиться, не искать, так сказать, золотую рыбку в интернете, потому что рискуете подарить этой золотой рыбке, рискуете не рыбку, да, поймать, а рискуете стать, ну вот тем буратино, о котором писали в чате, буратиной, да. Вот. То есть в направлении криптовалюты лично я для себя увидела большую перспективу и в направлении добычи комфортно, и в направлении развития бизнеса с компанией, которая себя зарекомендовала уже за несколько лет на рынке, которая есть на независимых третьих источниках, которые без какого-то такой вот, знаете, вот этой интернет-мотивации, типа мы там что-то гарантируем и так дальше. Нет, компания спокойно работает, добывает деньги. И если сравнивать с серьезными инвестициями, то добывать криптовалют, добывать биткоин вместе, ну вот с нами, в составе пула, так сказать, all-inclusive, весь такой вот фулл пакет стоит всего 3-600 долларов. На сегодняшний момент я посмотрела, сегодня я смотрела одну из новостей, что ведущий производитель майнингового оборудования выпускает там новые версии этого оборудования и оно стоит там тысячу долларов, полторы тысячи долларов. То есть вы можете купить просто коробку, которая у вас дома, возможно, будет добывать вам биткоин. Вы еще заплатите там за доставку, установку и посмотрите, что через там, допустим, полгода это оборудование уже будет устаревать. И чтобы его увеличить, чтобы его обновить, допустим, вам нужны будут новые инвестиции. Либо вот, как говорится, все включено, мне как-то такая ассоциация приходит, когда вы летите на отдых и у вас все включено. Вот у нас есть такой фулл пакет, который 3600 и вы получаете и оборудование, которое добывает вам биткоин, вы получаете полностью бизнес-систему под ключ, с помощью которой вы развиваете интернет-бизнес, вы получаете инструменты, обучающие инструменты и развиваете этот бизнес по готовой пошаговой системе, как это делают люди внутри нашего сообщества. Вы имеете возможность зарабатывать не только сотни долларов, а тысячи, десятки тысяч долларов, так как по факту есть люди, которые с нами так поступают, так сказать. Поэтому, я думаю, моя миссия на сегодня выполнена. Я вам буду благодарна за ваши искренние отзывы. Сейчас можно, прям кто сейчас смотрит, напишите, пожалуйста, комментарий, насколько вам полезен был сегодняшний эфир, кто будет смотреть в записи. Также буду благодарна вам за отзывы. И, конечно, если у вас возникли какие-то вопросы, также смело пишите их в комментариях. Я всегда отвечаю на эти комментарии. И, ну, соответственно, буду рада, если будут вопросы. И буду благодарна за обратную связь под уже этим видео. Так, своим опытом я поделилась, опытом других людей поделилась, ошибками поделилась. Надеюсь, не будете набивать уже эти шишки самостоятельно. если набьете, также делитесь своим опытом. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам успешного развития, гармоничного развития. Пусть интернет для вас будет действительно источником как пассивного, так и активного дохода. Отключайте мифы о том, что интернет это какое-то казино, что ищите, то и найдете. Вот запомните одну простую вещь. Ищите серьезный бизнес, значит копайте в этом направлении. Если ищите какой-то легкий вид заработка, то возможно найдете, но там 100%, 1000%, что огромное количество людей теряют деньги. Все, спасибо вам, вижу отзывы. Спасибо Дима, спасибо Александр, Николай, спасибо. И если вдруг у вас есть идеи для следующих эфиров, чем бы вы хотели, чтобы я с вами поделилась, так же пишите, я тогда уже в следующей неделе выйду в эфир и отвечу на ваши вопросы. Саш, привет, ну и на этом мой эфир подходит к концу. Пока-пока.